Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова, сортоперевод обеспечивает Мара Джумабеков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти около 300 мероприятий разного формата проведено в целях популяризации государственных услуг в Аксусском районе. По словам специалистов, с каждым годом возможности получения госуслуг совершенствуются. Для этого создаются множество приложений и работают сайты государственных структур. Как правильно воспользоваться необходимой услугой, рассказали на ярмарке, прошедшей в Аксусском районе. В самом центре поселка Жан-Сугурово ее провели два местных государственных органа и филиал госкорпорации правительства для граждан. Жители получили необходимую консультацию в самых востребованных сферах услуг. Это земельные отношения и жилищно-социальные сферы. В этом году мероприятие в районе проводится впервые. Однако, по словам организаторов, оно будет иметь продолжение в течение всего года. По итогам 2019 года по району было оказано более 170 тысяч государственных услуг. Из них свыше 160 в электронном виде. Этот показатель уже, можно сказать, определенным прогрессом. Тем не менее, в рамках таких ярмарок мы продолжаем работать с населением и консультировать их, как можно получить ту или иную услугу, не выходя из дома, в онлайн-режиме. Умеете ли вы управлять? В течение трех дней руководители Департамента и Территориальных управлений госдоходов Алматинской области проходили тестирование на определение личностных компетенций. Семинар-тренинг проводился доктором психологических наук, профессором, кандидатом медицинских наук Лейлой Аслубековой. Она является автором более 80 научных трудов в Казахстане и за рубежом. Ее авторские разработки в психологии успешно используются при оценке личных качеств руководства Министерства юстиции, Верховного суда, Министерства национальной экономики и других ведомств Республики Казахстан. Участники на тренинге познакомились с приемами межличностного общения, практикой управления в условиях нового времени, в том числе правильному управлению рабочим временем. Каким должен быть успешный руководитель? Есть определенные правила, когда мы говорим о коммуникативной успешной деятельности. Само слово «коммуникация» — это уметь привлекать внимание, быть интересным, обязательно взаимодействовать и создавать среду для своих сотрудников, чтобы каждый мог успешно реализовывать свой потенциал. Потенциал руководителей Алматинской области меня обрадовал. Я хочу сказать, что весьма высокий интеллект показали многие руководители. Хороших учеников создают хорошие школы. Одно из таковых является учебное заведение имени Ясмурата Секымова. На базе данного госучреждения прошел масштабный семинар для педагогов Алматинской области. Какими же особенностями отличилось данное общеобразовательное учреждение, смотрите в материале нашего корреспондента. Со всех регионов Алматинской области в школу имени Ясмурата Секымова съехали с десятки педагогов. Повод — семинар по координации работы школ и ресурсных центров сельской местности. Проходит мероприятие здесь не случайно. Этот очаг образования — один из немногих в области, кто достиг высоких наград на областном и республиканском уровнях. К примеру, третье место в конкурсе «Лучшая сельская школа Алматинской области». Второе место в конкурсе «Лучший ресурсный центр региона». Победители в номинации «Воспитание и образование» на республиканском конкурсе «Лучших ресурсных центров». По словам директора школы, победы им дались в результате кропотливого труда. И набравшимся опытом они с удовольствием поделятся со своими коллегами. Тема сегодняшнего семинара — показать условия координации, порядок действий трёхсторонней работы нашей школы. То есть школы, пришкольного интерната и ресурсного центра. Как вы знаете, у нас был лично сам Аким области Амандык Баталов. Он был искренне рад нашим достижениям, дал положительную оценку нашей деятельности. Ещё несколько лет назад наша школа была в плачевном состоянии. И лишь благодаря его поддержке она полностью отремонтирована. И сейчас здесь обучается почти 400 детей. Прибывшие сюда со всех регионов области директора и завучий школ были очень приятно удивлены конструкциями данного учреждения, которые имеются не в каждой школе. Это собственная теплица в 70 квадратных метров, большая баня на 20 человек, построенная за счёт государственных средств для детей, живущих в интернате, и собственный музей. Мы под большим впечатлением от этой школы, так как мы увидели здесь много интересного. В первую очередь меня впечатлила теплица, построенная благодаря усилиям местных меценатов. Конечно, это в первую очередь заслуга директора школы, инициировавшей этот проект. Работа в этом парнике будет прививать трудолюбие подрастающему поколению. В ходе семинара для гостей школы параллельно в нескольких кабинетах были проведены классные часы. Помимо этого, дети устроили им небольшой концерт и дефиле. Показмот отличился необычным выбором стиля. Учитель предмета технологии вместе с детьми из интерната шили одежду сакского периода. По словам преподавателя, красивые костюмы царицы Сипейтамирис они выбрали неспроста. Эти вещи мы шили в неурочное время. Как вы знаете, в нашей школе детям из отдалённых деревень предоставлены все возможности для хождения на различные кружки и секции. Их более десяти видов. Это и танцы, игры на баяне, кобызе, сансырнай, спортивные секции. Вот с этими детьми мы и мастерили всё это. Выбрали тему сакского времени, чтобы заинтересовать детей историей прошлых веков, своих предков. На масштабном мероприятии приняла участие областной руководство в сфере образования. Новый руководитель управления образования Алматинской области, Майгуль Умарова, выступая на торжестве перед коллегами, остановилась на новом законе о статусе педагогов. Она отметила, что данное новшество будет способствовать качественному улучшению правового положения учителей. Поэтому нам остаётся работать, не покладая рук во благо подрастающего поколения, подытожила она свою речь. Айнур Мирханова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖИЦУ, из Аксусского района. Как выбрать профессию или правильно вести бизнес? Как грамотно использовать инструменты и ресурсы? На эти вопросы школьникам областного центра помогли ответить предприниматели Талдыкургана. Специально для выпускников средних учебных учреждений организовали обучающий семинар-тренинг, в ходе которого участникам мероприятия объяснили основу ведения предпринимательства, рассуждали собравшиеся и о значимости высшего образования, а также посредством тимбилдингов попытались научить детей работать в команде. По словам организаторов, данное мероприятие должно мотивировать ребят на большие достижения в жизни и помочь сделать правильный выбор. Во-первых, это очень большой опыт для нас, так как мы уже ученики, скажем так, 11-12 классов, и наше будущее очень важно для нас. Я думаю, такие программы, такие мероприятия очень помогут нам в будущем развить не только тимбилдинг внутри своей группы, компании, но и это обучает нас быть более сплощеннее, быть более креативнее, подходить к заданиям. В преддверии Всемирного дня гражданской обороны сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия в среднеобразовательных учреждениях областного центра. На этот раз специалисты посетили школу номер 4. Специально для учеников 1-го А-класса провели открытый урок. Им рассказали о правилах первого реагирования при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Затем детей проверили, насколько они усвоили знания. Сотрудники УЧС высоко оценили активность и желание отвечать. Ребята показали хороший результат. Также в ходе мероприятия первоклассникам и их родителям раздали памятки и буклеты. Информационная работа в данном направлении продолжится. Мы увидели, что дети очень хорошо подготовлены именно по вопросам пожарной безопасности, также поведения при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, нашим департаментом выпущена вот такая вот памятка. Памятка родителям. Здесь рассказаны все правила, которым должны родители научить своих детей. На данной памятке изображен ученик 1-го А-класса Хожебека Алихан. Данные мероприятия проводятся во всех объектах образования. Цель данных объектов – это научить молодое будущее поколение именно со школьной скамьи требованием безопасности. В пятницу в Казнете стали активно распространять видео со школьницей, которая дала свои карманные деньги мужчине, просящему милостыню. Этот поступок тронул сердца казахстанцев. Журналисты нашли эту девочку и ее маму Динару Карабалину. Сабина Кингиспаева учится во втором классе средней школы номер 5 города Актау. Мама девочки отметила, что деньги, которые девочке и родители дают на карманные расходы, она также откладывает, чтобы купить себе планшет. Автор видеоролика «Исенгалий и Бадалиев» рассказал, что в тот день находился на работе, но не мог упустить шанс снять доброе дело на видео. На дворе масленица. Талдыкурганский детско-юношеский клуб «Наш мир» весело отметил приближение весны. Площадкой для праздника стала дворовая территория 29-го дома в микрорайоне ЖТСУ. Зимушка и веснушка организовали для ребят настоящее народное гуляние с праздничными песнями, зажигательными танцами, веселыми хороводами, забавными конкурсами и эстафетами с шуточными загадками. Зрители из числа родителей задорно поддержали аплодисментами своих чат. И какая же масленица без угощений. Сладостями и блинами полакомились все желающие. Долгожданная кульминация и главное событие масленичных гуляний – сожжение чучела – украсили праздник. Наш клуб пополняется каждый раз с новыми ребятами. Вот сегодня на данный момент около 60 человек было. И то это какая-то часть. Мы рады, что мы открыли этот клуб, который создан для детей, только для их интересов. Весело и задорно отметили масленицу и в Каратальском районе. Торжество состоялось на территории школы имени Кемеля Тукаева. Праздник коллектив учебного заведения отмечают уже шестой год подряд. Участие в мероприятии приняли более 600 человек. Усилиями преподавателей, школьников и их родителей инициирована масштабная кулинарная выставка. Конечно, главными угощениями на столах стали блины, оладьи, ватрушки и калачи. Пришедшие в гости могли отведать блюда и других национальностей. Щедро накрытые дастарханы и богатый ассортимент блюд весьма порадовали участников торжества. Специально к мероприятию учащиеся подготовили зажигательные номера. В завершении торжества собравшиеся сожгли чучело, тем самым проводив зиму. Казахстан – это многонациональное государство. В нем проживают более 135 национальностей. А в нашем Каратальском районе проживают 43 национальности. Это говорит о многом. И поэтому сегодняшний праздник Масленицы именно приурочен ко дню Ассамблеи народов Казахстана. Основная цель – это согласие, дружба, взаимопонимание между народностями Республики Казахстана. И, соответственно, воспитание у подрастающего поколения чувства любви к своей родине, чувства патриотизма. Я люблю этот праздник, потому что все радуются, угощают друг друга, веселятся, радуют друг друга. И у всех хорошее настроение. Я хожу в гости к своим друзьям. Там мы пьем чай с блинами, поздравляем друг друга. Наций много, народ един. В Талдыкургане отметили Всемирный день татарской кухни. Организовали праздник Алматинский областной татарский культурный центр «Туантель». В здании Дома дружбы Алматинской области наводнили ароматы чак-чака, эчпачмаков, кош-тейга и других блюд с не менее экзотическими названиями. На праздник пришли многочисленные гости, чтобы окунуться в атмосферу особого национального колорита, отведать блюда татарской кухни и познакомиться с их традициями. Сопровождали праздник зажигательные танцы и национальные песни. В ходе торжества благодарственными письмами были отмечены самые активные члены татарского сообщества. По словам организаторов, праздник татарской культуры стал уже традиционным и полюбился многим жителям областного центра. Наш центр на протяжении более 30 лет занимается деятельностью, которая сохраняет традиции и обычаи татарского народа. Мы работаем в том же направлении. Конечно, хочу воспользоваться возможностью поздравить всех с предстоящим Днем Благодарности, а также всю прекрасную половину человечества с наступающим 8 марта. В Талдыкургане завершился сезон классической музыки, инициированный Алматинской областной филармонией имени Сыенбая. В течение февраля творческий коллектив исполнил более 60 произведений отечественных зарубежных композиторов. Как говорят организаторы, количество любителей классической музыки у нас в регионе растет. По их словам, за весь период концерты посетили свыше 700 зрителей. Следующий месяц пройдет под эгидой народной музыки. Инициаторы надеются, что с каждым разом интерес к творчеству жителей и гостей Алматинской области будет возрастать. Всего в концертах участие приняло около 80 человек. Это оркестр, солисты и приглашенные музыканты. К каждому сезону мы готовимся тщательно, хотим показать все мастерство и умения. Думаю, зрителям нравится, и они ценят наши старания. Такое мнение складывается, потому что на многих концертах было много людей. Коллега, физрук и наставник. В 11-й школе микрорайона Коктал прошли городские соревнования по волейболу. Они посвящены памяти преподавателя физической культуры сержану Дизгенбаеву. Он ушел из жизни в прошлом году. Труды сержану Дизгенбаева ценят и уважают. После себя педагог оставил многочисленные награды по волейболу. Его команда школьников показывает высокие результаты. Почтить память усопшего человека пришли родные и близкие. Отметим, в турнире приняли участие 12 коллективов школ областного центра. Сегодня у нас в школе проходит турнир в честь памяти нашего учителя, бывшего Дизгенбаева, сержанта Тухтамсула. Сержант у нас работал с 2006 года. Работал, можно сказать, отлично. Участвовал во многих соревнованиях, турнирах, конкурсах по физической культуре, по волейболу, по лыжному спорту. Воспитывал детей, своих учеников к спорту. Я желаю семье сержанта, пусть земля будет пухом. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин